Ребятки, всех приветствую на своем канале Asus Стратапов и Криптовалют. И в данном видео хочу поделиться с вами еще одним новым проектом под названием Simply Vital Health. Официальный сайт данного проекта находится перед вами. И теперь давайте же выясним, для чего предназначен Simply Vital Health. Как бы, Simply Vital Health – компания, состоящая за протоколом HealthChicks, основанная на блочных связях HealthNexus, объявила о задержке с ее токеновым предложением, чтобы дать дополнительное время для анализа AML и KIC. Simply Vital Health призвала создать наилучшую основу для своего токена HealthZCash, которая имеет решающее значение для создания новой экосистемы здравоохранения и в условиях повышающего интереса к предложениям криптовалюты Simply Vital Health поддерживает современных передовых методов, так же, как и возможно. Хотя процесс AML и KIC во время продажи является значительным узким местом, данный проект с удовольствием выполнит это требование, поскольку он помогает не только пересматривать ранних сторонников, но даже в некоторых случаях есть возможность лично связаться с ними. Simply Vital Health несет ответственность за одно из первых рабочих блокчейн-приложений в области здравоохранения, называемое Connection Care – решение для обеспечения данных по уходу за пациентами в соответствии с законом о переносимости и бухгалтерском учете медицинского страхования. Connection Care интегрирует технологию блокчейн, чтобы пользователи могли безопасно получать медицинские данные, снижая трение в системе и улучшение результатов. Теперь Simply Vital Health планирует сократить масштабы своих операций с внедрением протокола Healthy Nexus, специфического для здравоохранения протокола блокировки, поддерживаемого HLTH. Уникальный дизайн Healthy Nexus позволит пользователям безопасно делиться медицинскими данными между несколькими поставщиками услуг по уходу, в то же время обеспечивая хранение данных, отвечающих строгим требованиям HIPAA. Также протокол Healthy Nexus может принести огромные выгоды для отрасли, подключив медицинские учреждения со страховыми агентствами, фармацевтическими компаниями и исследовательскими институтами, чтобы значительно расширить существующие пути ухода. В реальном выражении это достигается с помощью системы исполнительского руководства, которая тщательно обеспечивает проверку узлов только для совместных объектов, что создает совершенно новый протокол для целостности данных и безопасности в здравоохранении. Согласно Ascension Miscommunication и отходы существующих системах здравоохранения способствуют потере 12 миллиардов долларов в год. Генеральный директор Simply Vital Health Кузьмескас видела эту первую руку из своей работы в отрасли в нескольких ролях, включая стратегический планировщик для Yale Near Heaven Healthy. Ее опыт в отрасли здравоохранения и внедрения улучшить статус к возу заработал ее место в журнале Fortuna в этом году, как 34-го лидера, который меняет здравоохранение. Дополнительный период токена HLTH будет продолжаться до 20 ноября с запуском основного токена CELA 22 ноября в 17.00. Также здесь вы можете увидеть команду проекта, которая довольно-таки тоже небольшая. В принципе, идея проекта интересная. Блокчейн здравоохранения – это тоже неплохо. Создание единой базы отзывов пользователей, которые пользуются медицинскими услугами, и затрагивается тема медицинского страхования, которая будет поддерживаться самим блокчейном. Также в данном проекта присутствует техническая документация, так называемый white paper, где подробно расписывается полностью, как функционирует проект, его основные особенности, каким образом будут работать данные особенности, и что нового данный проект принесет в сферу здравоохранения. Как бы white paper довольно-таки обширный. Здесь мы можем увидеть, куда будут распределены токены, то есть token distribute – это 60% на продажу, то есть для token CELA 12% для команды, 10% для улучшения юридических, ну как бы для уладживания юридических вопросов, то есть регистрации и так далее. 13% для технологии самого токена, то есть улучшения, как бы функционирования, модернизирования и так далее. И 4,5% будет ввеляться на баунти-компанию. Ссылочки будут в описании, остальные вы можете почитать и ознакомиться более подробно. Также данный проект представляет баунти-компанию своего проекта. Здесь вы можете принять участие в данном баунти, а именно это подписная компания, компания переводов, компания Twitter и блок-медиа-компания. И также здесь вы можете почитать отзывы пользователя на себя данного проекта, и здесь вы можете как бы решить для себя, стоит ли вам принимать участие, то есть покупать токены данного проекта. Но повторяю, ребятки, все ваши инвестиции на ваш страх и риск. Также вы сейчас можете еще принять участие в пресейле, который закончится 20 ноября. Но повторяю, ребятки, все на ваш страх и риск. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. До новых встреч.